В 2000-х годах, примерно по 2008 год, я работал в РАО ЕС России. Мы занимались реформой энергетического сектора страны и провели большую реформу этого сектора. 1 июля 2008 года компанию РАО ЕС закрыли, и мне посчастливилось задать себе вопрос, зачем жить дальше. Я нашел для себя замечательный ответ, которому исследую сейчас, стараясь жить для того, чтобы делать будущее лучше. И занимаюсь теми проектами, поддерживаю те инициативы, которые делают наше будущее лучше. Я начал изучать разные прогнозы относительно нашего будущего. Довольно быстро вышел на удивительную тему – продление жизни человека, отмена старения. Мы поддерживаем много научных проектов в этой области. И надеюсь, на следующий год мы получим феноменальные результаты. У нас заканчиваются трехлетние эксперименты. И вдруг в числе прогнозов, которые я читал, я наткнулся на прогнозы, которые говорят, что до 2050 года мир ждут большие проблемы, очень большие проблемы. И если мы не успеем ничего предпринять уже сегодня, то мы можем говорить, что будет глобальная катастрофа. Антропогенная катастрофа, причиной которой является человеческая деятельность на Земле. А мне это страшно расстроило, потому что мы занимаемся продлением жизни. Зачем же ее продлять, если будет катастрофа? И в этом году я выступил инициатором создания Института мировых идей, организации, с помощью которой я надеюсь опросить всех умных людей, всех мыслителей мира, объединить всех делателей, всех активных людей, для того, чтобы мы успели поменять траекторию движения нашей цивилизации. В чем же дело? 20-й век был удивительным веком в истории человечества. Прежде всего, потому что большое количество людей совершило переход из аграрной эпохи, в которой жили тысячелетия до этого, в индустриальную эру. Было открыто электричество, и вы помните, что в начале 20-го века Россия прошла СССР, прошла стадию электрификации. Были открыты и активно начали использоваться нефть и газ. Был создан в конце 19-го века, придуман двигатель внутреннего сгорания, и 20-й век стал веком автомобиля. Люди массово переселялись из сел в города, и возникли мегаполисы. В медицине был колоссальный прогресс, возникли общественные госпитали, до этого была стадия внедрения гигиены. Были открыты антибиотики в начале 20-го века, что привело к колоссальному сокращению детской смертности, смертности от всяких простых болезней, которые завершались просто бактериальными, инфекционными смертями. В сельском хозяйстве был громадный прогресс. Начали активно применять механизацию, пресную воду для полива, и были синтезированы химические удобрения, которые начали применяться. И все это привело к тому, что население нашей земли, нашего человечества увеличилось примерно с 1 миллиарда человек в конце 19-го века до 7 миллиардов человек сегодня. То есть этих людей медицина лечила, этих людей сельское хозяйство и химические удобрения кормили, электричество позволяло нам жить в городах комфортно, автомобили позволили передвигаться. Мы строили заводы, фабрики, города. Это требовало много чего. Но важно понимать, сколько стран прошло в 20-м веке по этому пути. Всего немного, около 15 стран. Поэтому индустриальный прогресс – это всего 15 стран мира. Вы видите, это были в начале века Великобритания, США, некоторые страны Европы. Это график роста количества автомобилей. Это причем шкала логарифмическая, поэтому здесь 10 миллионов автомобилей в стране, здесь 100 миллионов, а здесь уже миллиард. Всего в мире сегодня примерно 900 миллионов автомобилей. Америка и Европа прошли прогресс в этот период. В Японии в послевоенное время присоединился к классу индустриальных стран. Китай рванул в 80-е годы. И после распада СССР Россия с довольно небольшим количеством стартовых автомобилей, около 8 миллионов штук, за 15 лет дошла до 35 миллионов. Китай нас уже обогнал. Все это, весь этот рост требовал колоссального роста потребления металлов. Вот это вот называется экспоненциальная шкала. За 40 лет мы потребили больше, чем за всю остальную историю человечества. Мы начали активно потреблять нефть и газ. И все остальное производство росло. И колоссально росли удобрения. И все это не могло не привести к негативным воздействиям на окружающую нас среду. То, о чем вы слышите довольно часто, это рост концентрации СО2, парниковых газов, не только углеродных, но и других, которые начали стремительно расти во второй половине 20 века. Сегодня мы говорим о том, что глобальное потепление в 21 веке является абсолютным фактом. Его избежать невозможно. Теперь профессионалы лишь считают разный сценарий, насколько плохо это будет. Кроме того, что мы разрушили глобальный углеродный цикл атмосферы, мы разрушили на половине примерно площади леса, мы разрушили и во всех регионах мира идет деградация почвы, которая в связи с применением гигантских объемов минеральных удобрений загрязнила воды, океанов, морей. И говорят про уничтожение большого количества живого в этих морях и океанах. Во многих регионах мира либо уже кончилась, либо близка к исчерпанию пресная вода, которая залегает под землей в результате колоссального использования в сельском хозяйстве. И сотни миллионов людей сегодня находятся в зоне потенциальной пищевой катастрофы. Там не будет урожая. Мы страшно активно начали потреблять те ресурсы, которые миллионы лет до этого копились в недрах земли. И мы долго изучали, вот что же получилось, как эти 7 миллиардов человек успели за 50 лет последние, по сути, все это сделать. Важно понимать, что мир разделен, например, на три разные человечества, на три разные цивилизации. Иногда говорят про конфликт цивилизаций. Это богатый, как его называют, золотой миллиард, который имеет все, машины, квартиры, мегаполисы, автотранспорт, электричество, гаджеты, айфоны, сверхпотребление. Это примерно 2 миллиарда человек, которые живут в странах, которые можно отнести к бурно развивающимся, такие как Россия, Китай, Бразилия, страны БРИК. Это примерно еще 3 миллиарда человек, которые находятся, по сути, в той стадии, в которой человечество находилось в целом 150 лет назад. Это стадия примерно аграрная. Основная часть Индии живет здесь и большая часть многих других стран, неиндустриальных стран мира. Наконец, у нас почти миллиард постоянно голодающих людей, у которых просто нет ни дохода, ни еды, поэтому гуманитарные миссии ООН их все время кормят. Если разделить весь сегодняшний ВВП, то есть весь такой мировой пирог на составляющие, понять, сколько людей могло бы сегодня прокормиться, если бы они ели как богатые, население не может составлять больше, чем 2 миллиарда американцев. по текущему уровню потребления богатых стран. Население может быть около 8 миллиардов потребителей уровня развитого Китая и России. Население может быть 34 миллиарда человек на нашей планете, которые способны кормиться, причем многие из них и не имеют в общем таких машин и так далее. Но 34 миллиона человек могло бы кормиться с сегодняшних ресурсов и даже бессмысленно говорить, сколько голодных могло бы расселиться на нашей планете. Золотой миллиард – это примерно 13-15% населения потребляет около 60% мирового пирога. А 2 миллиарда потребляют примерно как 2 миллиарда вот этих потребителей, которых мы назвали средних потребителей. То есть вот Индия живет не очень плохо, относительно бедно, но все-таки не очень плохо. Так можно жить. Но 1 миллиард потребляет как 23 миллиарда индусов. Мы эту цифру взяли за основу. И по среднему уровню потребления мы можем считать, что у нас живет не 7 миллиардов человек на планете Земля, а 34 миллиарда человек, которые относительно нормально потребляют. Что вызывает наибольшую тревогу и почему разговоры про ближайшее будущее очень у многих вызывают напряжение. В следующие примерно 10-15 лет все страны мира произносят, что они надеются на продолжающийся прогресс и экономический рост. Но золотой миллиард будет расти темпом не очень большим, но даже 1-2% в год за следующие 15 лет равносильно появлению еще 4 миллиардов потребителей. Мы вместе с Китаем будем расти 5-8% в год и к 8 миллиардам добавится еще 12 миллиардов потребителей. И, наконец, страны типа Индии будут расти темпом не таким большим, но это тоже принесет еще 3 миллиарда человек. При этом, что будет с тем миллиардом, который голодающий, неизвестно. ООН произнесла задачу на 21 век. Не должно быть этого миллиарда. Все должны перейти вот в эту категорию. Поэтому за следующие 15 лет мы оцениваем, будет плюс 20 миллиардов новых потребителей к имеющимся 34. Выдержит ли наши ресурсы такой рост? Что важно? До конца 20 века, индустриальную фазу прошел мир примерно с численностью 1 миллиард человек. Мы разрушили цикл СО2, будет глобальное потепление. Во всех регионах деградация почв. Во многих регионах кончилась пресная вода, не только питьевая, но и для сельского хозяйства. Нарушены азотные циклы. Мы вносим в почву минеральных удобрений в разы больше, чем во всей истории планеты там было. И никто не понимает, что с этим делать. Сокращается биоразнообразие. Но самое главное, после этого миллиарда, еще 2 миллиарда человек хочет пройти такой же прогресс. В России Китай хочет потреблять так же, как потребляют европейцы, как Америка. И еще 3 миллиарда в какой-то момент подойдут к той фазе, в которой они тоже придут к стадии индустриального перехода. На примере Китая просто мы показываем картинку, что означает экономический рост 6-8% в год, в следующие 15 лет. 350 миллионов человек переедут из города в деревню. Когда человек приезжает из деревни в город. Когда человек переезжает из деревни в город, уровень его потребления возрастает примерно сразу в 5 раз. Ему нужна зарплата, ему нужна квартира, ему нужна машина, ему нужно электричество, тепло и многое другое, чего ему не надо в деревне. Будет построено тысячи километров метро, 40 миллиардов квадратных метров офисов. Это приведет в следующие 10-15 лет к удвоению энергопотребления. Будет куплено 200 миллионов автомобилей. 200 миллионов автомобилей. В России 35 миллионов. Соответственно, мы понимаем, что надежда на такой прогресс несбыточная. Это может привести к тому, что сотни миллионов или миллиарды людей, находящиеся в двух миллиардах или в трех миллиардах будут испытывать дискомфорт или пойдут на баррикады и требовать, мы хотим экономический рост, или будут означать какие-то баталии. Но в любом случае мы понимаем, что мир находится на абсолютно жесткой черте, которая не позволяет надеяться на продолжение тех тенденций, которые были в 20 веке. Самое важное, на мой взгляд, должна быть принципиально изменена модель потребительства. Причем, если вспомните 20 век, до 60-х годов 20 века люди мечтали о полетах в космос, люди осваивали целину, строили электростанции. Это был какой-то такой драйв жизни человека, который побеждает природу. А после 60-х годов возникла тотальная картина потребительского общества, которая настраивала только на одно. Твоя жизнь успешна, если ты в конце построил дом или купил хороший особняк, вырастил детей, дал им замечательное образование, у тебя несколько машин и много денег на счету. И потребительское общество это и есть та самая главная проблема, которую нам сейчас нужно поменять. И второе, мы построили ужасно неэффективную технологическую платформу для жизни людей. У нас ужасно неэффективные здания, ужасно неэффективные холодильники, ужасно затратные технологические процессы, которые перерабатывают нефть с низкой эффективностью, газ с низкой эффективностью, руду с ужасно низкой эффективностью. У нас нет подсчета, сколько мы выбрасываем в то, что называем мусор, отходы производства и так далее. При такой неэффективной технологической платформе у нас шанс на очень небольшое движение вперед, после чего будет, конечно, падение вниз. Поэтому две крупных задачи, которые мы видим, это изменение модели, потребительской модели поведения, прежде всего снижение абсолютных масштабов потребления в развитых странах. За счет этого есть надежда, что развивающие страны могут немножко повысить свой уровень благосостояния, но где-то должна быть золотая середина, так чтобы развитые и развивающиеся были близко к некому разумному уровню потребления. При всем при том, поскольку это конференция TED, я не хочу говорить о том, каким плохим мы ожидаем будущее. Я действительно искренне считаю, это не вопрос оптимистичного или пессимистичного взгляда на будущее. Это вопрос вашей личной активности и вашей личной готовности стать героем. Вызовы, которые стоят перед нами в ближайшие пару десятилетий, требуют героев. Герои во все времена истории спасали человечество. Спасали от больших бед, от маленьких бед, от плохих врагов, от того. Но без героев человечество не может проходить испытания такого масштаба. Такие герои, как физик из лаборатории Беркли Америка, Ашок Гаджилл, его лаборатория сделала несколько очень нужных вещей, которые можно назвать инновациями. Вот это, например, печка, которую они сделали для Африки. Потому что в Африке женщины готовят еду на дровах, они рубят окружающий лес, и когда они рубят лес, на место леса наступает пустыня. И вся популяция может умереть. Эта печка потребляет одно полено на целый день. Соответственно, женщины меньше травятся диоксидом азота, который в результате горения дров. И это миллиард человек, который получил такую инновацию. Или такие, как доктор Суприатна в Индонезии. В Индонезии миллионы людей живут в лесу. Мангровые леса Индонезии являются одним из ключевых с точки зрения регуляции климата, глобальных потоков воздуха, воды, испарений и так далее. Они живут в лесу, и они ничего не умеют, кроме как рубить лес, готовить на дровах еду. И он их обучает, как им организовать свою жизнь так, чтобы производить еду, но не рубить лес. Он им не говорит, что вы должны стать экологичными людьми. Но там проживают миллионы людей в таком состоянии, что мангровые леса могут быть уничтожены в течение ближайших пары десятилетий. Если они будут уничтожены, весь континент Индонезии превратится в полупустыню в течение еще 10 лет. Или такие, как Билл Гейтс, не из самых богатых людей, но немногие богатые люди повторяют то, что он делает. Он финансирует проекты, потому что он убежден, что только новый энергетический источник может спасти развитый мир прежде всего. Все существующие энергоисточники, газовые электростанции, угольные электростанции и прочее, не работают, потому что они страшно неэффективно перерабатывают углеводороды, выбрасывают СО2 и прочие-прочие проблемы. Что это за новый источник, никто не знает. Вы про это сегодня увидите. Он финансирует проект по разработке новой канализации для Африки. Потому что если Африка будет строить такие дома, как у нас, и будет там такая канализация, как у нас, то она не сможет работать. Там нет столько воды и там нет столько электричества для работы этих технологий. Он финансирует проект создания новой канализации с минимумом воды, с минимумом электричества и с нулем инфекции. Или финансирует проект создания новой еды, сорга для бедного мира, потому что пшеница не повышает урожайность, рис не повышает урожайность. И тот мир, в котором в ближайшие 15 лет родится еще один миллиард человек, с большим трудом будет кормиться с тех почв, которые у нас сегодня есть. Эти герои должны очень много, они должны прекратить остановить уничтожение лесов, как минимум лесов Сибири, Канады, Бразилии и Индонезии и начать восстанавливать леса. По мнению многих ученых, если мы восстановим леса на половине территории, на которой они были уничтожены, у нас не будет проблем с углеродным циклом. Мы восстановим углеродное равновесие в атмосфере. Они должны научиться производить еду в достаточных количествах, но не разрушая окружающую среду и восстанавливая, а не разрушая почву. Они должны решить проблему дефицита пресной воды, сотворить чудо в сельском хозяйстве. Они должны открыть новый источник энергии, из которого наша цивилизация не может дальше ни количественно расти, ни качественно развиваться. Они должны построить абсолютно новые эффективные здания и города, перестроить всю существующую построенную инфраструктуру, чтобы был минимум потребления ресурсов, минимум отходов, минимум потерь и максимум эффективности. Они должны замкнуть производственные циклы и внедрить ресайклинг, потому что ни одна железка, ни один кусочек платина, ни один кусочек лития, ни один кусочек меди не должен быть выброшен на свалку. У нас не должно быть больше свалки. Все, что мы взяли из земли, теперь мы должны только на этом жить и только это перерабатывать. Гарольд вам сегодня расскажет, как быстро кончатся все остальные ресурсы, которые в земле еще остались. Но самое главное, эти герои должны суметь переломить общественную философию, общественную религию, общество потребления. Если мы не перейдем от общества потребления к обществу разумного потребления, если на место кичливого богатства не придет скромность, у нас нет будущего. Еще я хочу добавить. Нам нужны молодые герои. Взрослое поколение завело нас туда, где мы находимся. Я думаю, что пришло время 20-30-летних лидеров, не только лидеров политических, лидеров технологических, лидеров в образовании, лидеров в технологии, потому что речь идет не о, поверьте, мы занимаемся очень глубоко, мы опросили большинство крупнейших мыслителей планеты. Речь идет не о какой-то локальной проблеме, речь идет реально о необходимости сохранить саму жизнь, которая когда-то несколько миллиардов лет назад абсолютно случайно, на абсолютно случайной планете появилась. И на нас, и прежде всего на молодежи ответственность за то, будет ли после 2050 года продолжаться наш человеческий род. Спасибо. Александр Васильевич, конечно, ваш вопрос, который вначале поставили, зачем жить долго, если в 2050 году у всех будет катастрофа, он поставил в тупик. Спасибо вам за такое видение этой проблемы достаточно свежие. Скажите, пожалуйста, вы рассказали о мировых тенденциях, с чем мы там будем жить, а с чем бороться. И тот миллиард, который уже потоптал себе этот экологический след, и два уже топчутся за ним, а три там стоят в очереди. Это характерно для всего мира. А что конкретно в России можно делать, с чего начинать? Именно в России. Хотя с точки зрения экологии и той ситуации, которая произошла на планете с углеродным циклом, с глобальным потеплением, мы все в одной лодке. Причем основные выбросы СО2 происходят в северном полушарии, а наиболее пострадает Африка. Но тем не менее, надеюсь, что проблему углерода развитые страны, которые массово пошли в этом направлении, рано или поздно решат. К сожалению, я думаю, что это будет скорее поздно, и поэтому вторая половина 21 века выглядит очень сложной с точки зрения того климата и тех болезней и того сельского хозяйства, которое там будет. Но Россия находится наоборот в очень уникальной выигрышной ситуации. Мы не ушли очень далеко вперед по уровню потребления, и нам не надо сильно снижаться. У нас есть большое неравенство в доходах, и поэтому богатые должны стать немножко беднее, чтобы бедные не завидовали им и не хотели стать такими же богатыми. Это, к сожалению, смена парадигм. Раньше делали революцию, чтобы стать богатыми, а теперь мы должны сделать революцию, чтобы стать беднее. Но это правда. Но Россия уникальна по той устойчивости, которая у нас есть от природы. У нас самые крупные в мире леса, несмотря на то, что они тоже очень разрушены, и от них зависит вообще весь климат на континенте Евразии, включая Европу. Но мы можем быть пионерами как в восстановлении лесов, так и в организации международной программы сохранения и восстановления лесов Канады, России, Бразилии и Индонезии, потому что это принципиальный вопрос и для улучшения баланса CO2 в атмосфере, и для сохранения климата на всех этих континентах. У нас уникальные залежи различных полезных ископаемых в земле. я думаю, я думаю, что мы одни из самых крупных держателей полезных ископаемых, и это может быть наш золотой шанс в 21 веке стать самыми лидерами по разумному использованию тех недр, которые у нас есть. Мы точно можем накормить на наших гигантских почвах еще минимум 200 или 300 миллионов человек. Мы сегодня кормим свое население, маленько экспортируем зерно и совсем, наверное, не экспортируем мясо. У нас есть шанс сделать два урожая на тех почвах, которые у нас есть, и у нас уникально благоприятная ситуация с точки зрения пресной воды. У нас самые большие запасы пресной воды на душу населения. Но я абсолютно убежден, мы вот здесь должны провести себе революцию. Вы должны перестать думать о том, что вот мы бедные, и мы сидим на этой бочке, и нас остальной мир не интересует. Мы должны понимать, в мире на самом деле во многих странах колоссальная беда. уже носится по всему миру и по всем континентам и покупает земли, урожай, скот и так далее, чтобы накормить свое растущее население. Мы можем быть большим кормильцем, и мы можем очень активно участвовать в том мире, который меняется у нас на глазах. Александр Васильевич, вы очень пламенно нас зажгли, но возникает сомнение, если мы сидим не на то, что бочке, на игле мы сидим на этой нефтяной, у нас есть замечательный золотой шанс, который закопан глубоко в землю, лежит далеко в Сибири и спрятан в огромных байкалах, реках и так далее, что же нас заставит, что будет вот этим самым стимулом? Как вы считаете, какой должен быть первый шаг? Как я сказал, первый шаг во все времена приходил герой или герои. Некоторые делали свои дела и не выходили на трибуну, они просто делали дела, и за ними шли миллионы. Некоторые возглавляли эти движения, и за ними шли миллионы. Нам на самом деле надо просто очень хорошо понять, эра бесплатной, сытой жизни уже закончилась. Мы находимся на исключительно тяжелом переломе, и на этом переломе каждый, вот каждый здесь сидящий, может стать и Биллом Гейтсом, и Ашоком Гаджиллом, и новым лидером партии, и новым лидером движения, и создавать технологии для Африки, для Индии, для России. Мы в одной лодке, мир очень маленький. Как сказал Далай-Лама, мысль о том, что я живу в своей деревне, а они в своей уже не работают. В 21 веке мы все живем в одной деревне, мы все стали соседями, друг другу должны помогать. Отлично, если я правильно понял, нам нужны герои. Спасибо вам. Аплодисменты.